Привет, друзья! Меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал «Адерия арт. Рисовать может каждый». Сегодня у нас выходит третий итоговый урок марафона «Ароматы лета». И мы создаем такой яркий летний скетч с девушкой и ромашками. Обязательно рисуйте со мной и делитесь вашим результатом. Ведь в конце марафона, после выхода данного третьего урока, у нас стартует конкурс в наших соцсетях. Ваша задача – нарисовать все три сюжета нашего марафона «Ароматы лета», поделиться своим результатом ну и, конечно же, выполнить дополнительные условия, которые вы можете найти в наших соцсетях. Ссылки есть в описании. Обязательно проходите, подписывайтесь и выполняйте все условия. Ведь у вас есть возможность выиграть классные призы. Наш неизменный спонсор – бренд «Малевич» разыгрывает акварельный скетчбук, а также кисточку из премиум-сегмента из натуральной белки. Я тоже буду разыгрывать классный приз. Собрала для вас артбокс с моими любимыми материалами. Повторю, что все ссылки есть в описании к данному видео. Выбирайте удобную соцсеть, проходите, ищите конкурсные посты, и, конечно же, присоединяйтесь. Также в описании под видео вы найдете подробный список материалов, которые пригодятся для создания данного скетча. Ну а больше я не буду затягивать. Давайте приступать к созданию такой летней красоты. Начнем с карандашной разметки. Изначально нам нужно найти примерную форму. Здесь у нас получается шляпа, девушка, объем букета и также есть силуэт руки. Здесь изначально ставим себе засечку, где будет заканчиваться шляпа девушки. Оставим место, сверху небольшое пространство. Дальше получившуюся высоту, вот эту, можно добавить себе ось, как подсказку. Нужно разделить на два с половиной участка. То есть у нас получается один, нужно побольше. Один, два, и небольшой участочек. То есть в верхнем участке у нас будут находиться шляпы и глаза девушки. В среднем участке посерединке будет находиться букет и здесь снизу небольшой силуэт руки. В верхнем участке мы примерно с вами также делим объемчик пополам. То есть верхнюю часть делим пополам. Пополам. В верхнем кусочке у нас находится шляпа и объем волос. В нижнем лоб и движение глаз. Здесь можно сразу себе примерно разметить силуэт именно лицевой части. То есть мы условно с вами видим, что пробор у нас под небольшим наклоном. По бокам лицо огибают волосы. Можно силуэт на себе показать, что здесь у нас будут волосы. И, кстати, объем волос всегда можно использовать в свою пользу. То есть сделать их еще больше и прикрыть объем лица еще сильнее для того, чтобы меньше прорабатывать. Отметили объем волос. Сверху у нас остается силуэт шляпы. То есть тут мы примерно себе движение полей шляпы наметим овальчиком примерно на одной диагонали самые широкие части. Также проверяем, чтобы ширина полей шляпы была одинаковая. Сверху здесь немножечко будет виднеться верхний объем шляп. Отметим. То есть пока достаточно силуэт на работе. Здесь у нас идет объем ромашек. Ромашки мы отмечаем облаком вытянутым, чтобы увидеть весь объем, который они будут закрывать. Даже можно тут чуть-чуть повыше поднять. И сюда не на заужение мы увидим движение стебельку. Тоже разметили. И внизу у нас будет объем руки. Тоже давайте ее отметим. Кисть мы не видим. Мы видим только основание большого пальца, движение большого пальца. Здесь у нас перегиб. Идет объем пясных косточек. И здесь у нас идет указательный палец. потом безымянный. Точнее средний безымянный. Тут можно увести их на загиб, что они огибают букет. Достаточно силуэтно все это нашли. Движение плеча. Добавили силуэт одежды. И в остальном нам нужно заняться прорисовкой для того, чтобы все моменты найти и отметить. Убираем лишние вспомогательные линии. Оставим только силуэтный объем. Всего, что мы добавили, только силуэт. И будем с этим силуэтом работать и делать его точнее. Начнем, конечно же, с лица. У нас идет линия глаз. Мы видим, что глаза находятся прямо рядом с букетом. И глаза у нас находятся на диагонали. Да, то есть есть небольшой наклон. Далее мы достаточно условно найдем посадку глаз. Это скетч, а не конкретный портрет данной девушки. Поэтому мы здесь мудрить не будем. Найдем условно центр. Скажем, что здесь у нас центр. Здесь у нас находится объем переносицы с одной стороны. Мы видим сильные сгибы. И смотрите, когда мы рисуем глаза, мы должны понимать, что у нас лицо объемное, не плоское. и внешние уголки выше, чем внутренние уголки. Чаще всего на одной оси находятся именно внешние уголки, а внутренние уголки находятся на оси, которая ниже. Поэтому достаточно условно отметили движение переносицы. Это у нас центр. Отходим немножко сюда подальше. То есть вот у нас здесь раскрывается переносица и здесь еще боковой объем. И находим точку начала параллельно себе делаем вспомогательную линию, которая нам покажет, где находятся внутренние уголки глаза. То есть у нас сам глаз идет по диагонали. Размер глаза можно чуть увеличить, так как это скетч, а не конкретный портрет определенной девушки. То есть мы здесь не зацикливаемся на похожести, поэтому достаточно условно нашли размер глаз. Можно сделать их чуть больше, верхнее веко и нижнее веко почти не раскрывается. Объем радужки у нас уходит влево и с этой стороны мы видим, что объем глаза также из-под лобиа на нас смотрит и объем радужки также уходит влево. Обратите внимание, что нам важно, что положение и радужек и зрачков было в одном месте, поэтому и зрачки у нас тоже должны быть на одной линии. А самое главное положение зрачков тоже должно быть в одном месте, поэтому здесь проверяем, чтобы глаза смотрели в одну точку, а не в разную. Отметили, дальше у нас идет можно даже мне поближе сделать. Дальше мы с вами отметим движение бровей. Здесь мы видим в бровях асимметрию и объем левой брови выше, чем правая. То есть вот мы наметим с вами правую и также отметим левую. Она у нас поднимается выше. Действительно так схематично отметим. Это то, что мы увидим. В этом месте у нас еще выпирает объем скуловой косточки и здесь за счет волос волосы все так удачно у нас обрамляют. Мы как раз можем силуэт скуловой косточки упирающей сделать на ней акцент, потом добавить блик красивый. отметили добавили движение пробора здесь объем волос пошире в одну сторону и в другую сторону тоже объем волос добавили. Волос добавили. Здесь мне можно сделать поменьше с этой стороны, потому что правая сторона дальняя правая сторона дальняя и раскрывается меньше. Также мне получается нужно с этой стороны сделать плакар волочай объем шляпы. Силуэт шляпы уточним. Помним про симметрию, чтобы размер полей шляпы был одинаковый. Проверили себя. Силуэт шляпу уточнили. Достаточно условно. Сверху у нас идет объем шляпы, который слегка виднеется. Небольшим объемчиком добавим. Лишнее сверху убираем. У нас получились с вами глаза. Дальше нам нужно отметить объем ромашек. Ромашек здесь много, поэтому изначально выбираем те, которые перед нами и добавляем для них кружочки. Именно крупные ромашки. То есть перед нами здесь ромашка, здесь сбоку ромашка, здесь сбоку ромашка, вверх, сюда маленькая выскочит, здесь и примерно по форме именно ромашки, которые будут раскрываться прямо перед нами полным объемом мы овальчиками добавляем. И дальше в эти овальчики мы ромашки добавим. Отмечаем центр и движение длинных лепестков. Далее те ромашки, которые смотрят сбоку, то есть мы центр делаем дальше, перед нами раскрывается более длинный лепесток дальше более короткий. Таким образом ромашку размечаем и за счет этого появляется поворот. Здесь у нас получается раскрывается сердцевина и ее объемчик прикрывается боковыми лепесточками, то есть мы видим дальние и сверху еще боковые. Здесь также покороче и здесь например мы видим дальние сердцевинка и ее прикрывает боковые. Следующую ромашку размечаем здесь сердцевинка дальние и боковые и продолжаем таким образом объем ромашек дорисовывать. в оставшихся промежутках мы добавляем ромашки, которые виднеются не целиком, а только частями. Можно даже где-то силуэтно показывать только лепесточки, не обязательно добавлять сердцевинки. Где-то будет виднец и сердцевинка. сделали. И дальше уточним движение стебельков. Мы добавляем движение стебельков и здесь еще местами такие бутончики ромашек, которые не раскрылись. Местами небольшие листочки там тоже будут виднеться. нам нужно вот эту живую линию показать. Можно где-то цветочек добавить. Отлично. Дальше нужно отрисовать кисти. Здесь важно, чтобы размер кисти соответствовал объему головы девушки, то есть чтобы не было ощущения, что рука слишком маленькая либо рука слишком большая. Сейчас голова у девушки у меня получилась достаточно небольшая по отношению к руке, поэтому здесь обязательно себя проверьте. Вы можете взять смело на фото и померить размер большого пальца сравнить например с лбом. Мы увидим, что они одинакового размера. То есть палец большой должен быть короче и тоньше в моем случае. Тоже проверьте в соответствии лба. Дальше получается сама рука нам чуть меньше отмечаем указатель палец безымянный с небольшим изгибом точнее средний с небольшим изгибом безымянный мы видим это почастично и слегка там у нас виднеется яземец отмечаем руку уменьшили здесь у нас все будут стебельки 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 дальше нам нужно найти примерный силуэт одежды у девушки здесь также мы достаточно условно найдем силуэт головы посмотрим какой бы была длина шеи то есть мы можем три отрезка лба отложить в лицевой части то есть тут у нас заканчивается голова так понимаем условно добавляем немножко шеи и получается плечо должно быть чуть пониже в этом месте достаточно условно показали и с этой стороны силуэт уменьшим со складками отлично у нас получился с вами рисунок карандашный вдалеке идет объем леса мы отметим неровные линии и какое-то поле поле мы сделаем что оно все будет в ромашках мы потом белой ручкой натыкаем множество ромашек вдалеке и будет объем неба сверху отлично отрисовали всю основную часть теперь будем добавлять контур линера мы проходимся по всем объемам и самое главное не забываем что нам нужна живая линия добавляем движение локонов добавляем текстуру на плетение шляпы также обязательно прорабатываем ромашки начиная с верхних а потом уже в оставшихся промежутках добавляем остальные объемчики где-то не дорисовывая где-то добавляя сердцевинку главное чтобы линия была живая в стебельке также мы отмечаем листочки бутоны небольшие цветочки и здесь еще нужно добавить силуэт ногтя и можно переходить к линеру и поддав к анемии и ss Продолжение следует... Добавили контур, теперь проходим с ластиком, убираем весь лишний карандаш, чтобы перейти к акварели. Полностью убрали простой карандаш и можем переходить к акварели. Здесь по желанию вы можете сверху добавить надпись, например, в честь нашего марафона «Аромат лета» очень будет атмосферное название здесь смотреться, так как девушка у нас обнимает и мухает букет ромашек. Давайте переходить к акварели. Возьмите удобную кисточку, начнем с того, что смешаем цвет кожи. Обычно будем брать охру и карвин, то есть охра и любой розовый цвет. Данным цветом полностью закроем объем кожи. Белые блики оставим на веки слева и на скуле также слева. Также можно на переносице слева, опять же, оставить белый блик. Остальное все закрываем. У меня в наборе акварели есть готовый оранжевый цвет. Я буду использовать его для волос. Вы можете смешать красный и желтый, либо использовать любой другой цвет акварели для волос, смотря какой вам нравится. Мне хочется сделать акцент, что девушка рыжая, поэтому таким ярким оранжевым цветом сделаю основу для волос. Так же закроем брови. Дальше. Продолжим работу с лицом. Набираем охру, раплак и немножко коричневый. Делаем цвет кожи темнее. И добавляем тени. То есть тут у нас свет идет слева, тени справа. Здесь мы особенно четко видим тень от волос и шляпы на лбу. В верхней части лук у нас уходит в тень. И так же здесь боковая часть, правая в тени. Так же в тени у нас века. Спинка носа, вообще вся. Правая часть в тени. Здесь есть тень на веке. И от волос тоже падает тень. Отметили. Кисть моем. Лишнюю воду убираем. Важно кисточкой. Переход взбавим. Переход в тень плавнее. Далее, так же мы наберем оранжевую с коричневой. Можно так же добавить краплак. Выберем теневой цвет для волос. Если у вас есть, можно взять готовый сиенажерный. И здесь так же у нас четкая тень идет от шляпы. То есть верхняя часть волос полностью в тени. Закрываем. И вся получается часть. Правая волос также в тени. Сделали. Этим цветом мы местами в прятках на светлой стороне добавляем амельчик. Прорабатываем движение волос. Далее, чтобы цвет волос был поярче, можно снова набрать побольше оранжевой водички. И мы пройдемся еще раз по волосам. Прорабатываем текстуру. Ну и плюс насыщенность. Теневым цветом мы закроем дальнюю бровь. И вообще обе брови сделаем темнее. Отлично. Пока от этого отстанем, наберем охру с водичкой. Охру с водичкой. И данным цветом закроем шляпу. Отлично. Пусть она пока подсыхает. Мы займемся блузкой. Мы берем голубую с водичкой. светло-голубую с водичкой. Светло-голубым цветом. Далее вернемся к цвету кожи. Охра. Плюс кропак. И закроем руку. Отсыхает. И этим цветом можно еще раз вгладить переход в тенях на лице дедушки. Переход в тени был плавнее. Зубокистую лишнюю собираем. Далее. Охра плюс коричневый. Этим цветом добавим текстуру плетения дубами. Ну и плюс полностью закроем правую часть. То есть слева у нас остается текстура дубами, а справа мы полностью закроем таким коричневатым охристым цветом. Разведенной голубой водичкой мы полностью закрываем глаза и белок глаза, и радужку. То есть у нас глаза не могут быть белыми. Белок глаза тоже имеет свой оттенок. Далее. Вернемся к цвету кожи. У нас получается охра, коричневый. Креплак. Данным цветом смело проходимся по руке и добавляем тени. То есть у нас большой палец в тени. Здесь местами у нас проскакивает солнышко сквозь цветы. Мы видим. А остальное, остальная рука. Все в тени. Затем ее закрываем. Таким образом. Далее. Зеленым цветом, пока мы берем просто зеленый цвет, мы закроем стебельки у ромашек. листочки. Отлично. Пусть подсыхает. Мы вернемся к волосам. Берем умбруженную любой коричневый с фиолетовой. Листочки получается такой темный цвет. Этим цветом мы темним объем волос в верхней части. Зеленая прядка мы вот сюда углубь ему цвет усиливаем. Насыщенность убираем. И здесь по теневой стороне прядки прорабатываем. Кисть моем влажной кисточкой немножко закладим переходы. Наша задача показать, что верхняя часть у нас полностью в тени. Этим же цветом темним дальнюю бровь. И перед нами бровь в начале и в основании тоже затемна. Цвет разведем водичкой. Этим цветом усилим тень от спинки носа и на переносице обземчик и немножко справа тень усилим. внешнюю воду собираем с этой пищей. Блаз тоже в тени введем. Отлично. Этим же цветом мы продолжим работу. Можно добавить чуть-чуть охры в него. Таким цветом. Темним объем шляпы справа. видим, что сюда она уходит в более темную тень у основания головы шляпы темные. У основания у начала на макушке. И также текстуру прорабатываем. Таким образом усилили объем теневой. Далее мы продолжим работу с зеленью. Наберем зеленую с си с голубой. Чтобы получился изумрудный цвет. Этим цветом мы смело пройдемся и местами особенно в глубине и темным объем зелени. Она должна быть контрастно темной становиться. Букет в этой части находится в тени от объема цветов. Далее можно набрать любой желтый. У меня есть лимонная. В нее я добавлю немножко охры. Буду чуть-чуть оранжевый. Лимонная оранжевая. светло-оранжевый цвет для сердцевинок ромашек мы подобрали и закрываем. Дальше немножко добавим фон, из чем у нас досохнет основная часть водичкой закрываем небо и по-сырому добавим объем неба. Выбираем голубую и голубой проходимся по-сырому небу, чтобы получились местами белые пятна, которые будут облаками. Сделаем зеленым цветом, вот именно зеленым с голубой разведем водичкой. Закроем дальний объем деревьев и вообще по дальнему плану пройдемся. Получилась у нас классная основа. Набираем голубую, насыщенный голубой закрываем глаза девушки, именно радужки. Дальше голубой с фиолетовой, то есть мы смешиваем голубую и фиолетовую, добавляем воду. Данным цветом начинаем прорабатывать объем ромашек. Нам нужно показать, что верхние ромашки на свету, нижние в тени, то есть мы по нижним достаточно смело проходимся и уводим их в тень, оставляя свет только на верхних ромашках. Нам нужно показать, что свет сверху. Насыщен ее делаем цвет, еще сильнее усилием тени в нижних ромашках. Дальше этим же цветом мы добавим тени и в складки на гузку. Здесь объем гузки полностью уведем в тень. Вернемся к зелено-синему цвету. Можно именно дальние деревья сделать чуть темнее. чтобы они от поля отличались. Ну а на самом поле местами мы добавляем масками текстуру, чтобы объемчик был неровный. Теперь нам остается не так много, на самом деле можно сказать основная часть готова. Нужно довести тени до ума, контрасты, конечно же добавить белые влики, они тоже очень сильно ожирят нашу работу. набираем зеленую и фиолетовую. Достаточно темный цвет должен получиться. Этим цветом мы показываем самые темные листыки внутри лукета. Точно голубо-фиолетово разводим его водичкой. Еще раз усилим тени в ромашках в нижней части. Этим цветом мы усилим тени в складках еще раз на блузке. И в рельеф на складках добавим. Далее фиолетово-коричневым остатками усилим тени на пальчиках. Фиолетово-коричневым можем листами в полосах тоже жилисти добавить. Отлично. Ждем полного высыхания, чтобы перейти к линеру и геобликам. Наш акварельный слой подсох, и мы можем уже заняться финальными штрихами. Нам нужно линером выделить основные ромашки, те, которые выходят вперед. Выделили только часть ромашек, которые выходят вперед и находятся сверху. Точно так же поступаем со стебельками и только часть стебельков, листочков выделим, которые находятся сверху. Далее выделяем контур руки. Усиливаем контур шляпы и волос. У волос добавляем прядки, которые выбились из прически. Дальнюю часть шляпы не трогаем, так как она находится дальше. Выделяем глаза. Именно верхние века и зрачок. И выделяем контур плеч. Отлично. Дальше нам нужно добавить белые блики. Берем белую гелевую ручку и проставляем блики преимущественно с левой стороны. С правой стороны тоже может где-то проскочить блик, но совсем чуть-чуть. То же самое делаем с ромашками. на руку тоже местами именно где у нас проскакивает цвет мы добавляем отбески. Отлично. И на дальнюю полянку мы расставляем точки для того, чтобы обозначить, что там растет много-много ромашек. Отлично. И на этом скетч готов. Смело ставим подписчик. Друзья, у нас с вами получился по-настоящему летний сюжет. Идеальное завершение нашего марафона «Ароматы лета». Обязательно поделитесь в комментариях вашими впечатлениями. Понравился ли вам данный марафон? Нарисовали ли вы все три урока и участвуете ли вы в конкурсе? Мои комментарии всегда открыты для ваших отзывов и, конечно же, пожеланий на будущее. Если у вас есть идеи будущего марафона, что бы вы хотели порисовать моей компании, тоже обязательно делитесь этим в комментариях. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Большое спасибо за внимание, что рисовали со мной. Мы, конечно же, с вами еще увидимся не раз в моих видео на данном YouTube-канале и не только. Все ссылки на соцсети, где меня можно еще найти, конечно же, есть в описании к данному видео. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дарья. Всем пока-пока-пока!